всем привет дорогие друзья и зрители моего канала я рада всех приветствовать у себя на канале сегодня у нас четверг у меня начались уже кое-какие подготовки к дню рождения супруга чуть позже покажу что я уже сделала а сейчас я нахожусь в комнате и хочу показать как мы собрали полностью спальный гарнитур как я уже ранее показывал мы начинали сборку с кровати и двух прикроватных тумбочек немножечко нам с одной пришлось повозиться пока поняли что куда какими шурупами это все закручивать на нее ушло порядком наверное около часа а вторая тумбочка уже намного быстрее мы уже знали как это все пока я здесь закручивал на одной ручке ее мыло супруг собрал уже вторую тумбочку это мы закончили сборку в понедельник кровати двух тумбочек 8 марта меня с утра мальчишки мои поздравили и мы приступили к сборке комода тоже довольно таки быстро его собрали очень хороший комод причем очень такой знаете вместительный хороший здесь такие вот две полочки можно что-нибудь ставить даже косметику вложить и две такие вот не 2 а 3 уже выдвижных ящиков одних из них уже лежат носочки я положила и майки и конечно же шкаф вот со шкафом пришлось очень долго возиться в плане того что каркас собрали очень быстро подконка дверей мы никогда этим не занимались не сборка мебелью не тем более устанавливать двери мы с ними конечно же очень сильно намучились единственное что мне теперь нужно накрывать покрывала либо каком-нибудь привет красивенький и вчера в среду вечером я уже разложила все вещи из старого шкафа перенесла все сюда уже в новый шкаф поэтому кое-что я уже сделал единственное что где для платяной шкаф я что ничего не ложила пока заставил то сумки и это все у меня там стоит позже когда гости уедут я уже начну дальше с этим совсем разбираться но сейчас покажу что я уже приготовила у нас сегодня хоть на улице и морозно но такое светит яркое солнце я уже приготовила два полуфабрикатов для торта один будет шоколадный выпипай сейчас бисквит настаивается до завтра будет я его завернула в пленку поделем затем на три равных коржа и уже буду заполнять кремом и также подготовила открывать не буду здесь коржи на медовик здесь их восемь штучек коржи также крошка все это уже стоит готова тортик буду уже собирать завтра так как день рождения у супруга будет 12 а на сегодня приготовила салатик морковь по-корейски открыла свои соленья помидорчики огурчики и лечо к чаю достала варенье приготовила жаркое еще не перемешивала с овощами мясо такое ароматное стоит вкусное и это все к чаю сухофрукты печеньки сахар конфеты и останется еще положить варенье вот такая с таком сегодня фронт работы был плюс ко всему я еще постираться успела сегодня и навести везде порядок поэтому меня везде чистота сейчас скоро уже начну накрывать стол у нас идут последние подготовки дню рождения оселя катает тесто здесь варится у нас мясо тканина ну а я доготавливаю салаты это будет нежность радуга каждый называет по-разному и позже чуть покажу как будет выглядеть собственно сам стол первый табак с мясом уже на столе сейчас подготавливают 2 а тем временем мы расставляем салаты осталось поставить порционы тарелочки и мы отправимся кушать первый стол посидели накрыла второй стол сладости чак-чак два моих тортика такая красота отправляемся пить чайок бабушку с дедушками оставили дома с детками а сами приехали молодежью отдыхать хотим попить караоке и провести время вместе не классно да а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо посидели, отдохнули, потанцевали, напелись и вот приехали домой, чтобы успеть поздравить племянницу. И сейчас будем украшать кухню. Сегодня у нас 13 марта и день рождения у этой красавицы. Мы вчера вечером украсили стену, где будем сидеть. Накрыли завтрак. Да. И сейчас к обеду будем готовить шашлыки. Мясо уже замариновано стоит. Сейчас будем готовить еще к нему салатики. У него такая вот красота. Мясо уже наступил. Вторник. Сегодня на 15 марта. Все наши гости разъехались уже. Такая дома тишина. Кто-то уехал на с воскресеньем на поезде. Кто-то уехал рано утром в понедельник. Также рано утром приехали мои родители. Но мама в больницу. Я сразу уехала к ней. Мы с ней все допроходили. И ее, слава богу, уже положили. Готовят к операции. Ну а я вчера вечером вернулась домой после больницы. Мы поужинали. И я приступила к уборке. Убирала вчера весь вечер. Убирала сначала верхний этаж. А сегодня уже днем убирала внизу. Все вымыла. Помыла все. Остается мне только постирать вещи. Такие как постельное белье. Потому что людей было много. У каждого был свой комплект. Это нужно будет постирать. Также очень много кухонных полотенец. Полотенец для рук. Ну в общем все такое вот. Которые пользовались все. Но я все сделала. Сейчас у меня будет такое 2-3 дня. Я буду немножечко перед их. У меня будет. И я приступлю к посадке рассады. Завтра занесу только землю. Чтобы она уже прогревалась. Также нужно будет съездить на рынок. В магазин купить. Еще покупную землю взять. Не знаю сколько буду брать. Может 3 пакета. Может 2 пакета. На первое время. Чтобы посадить перец сладкий горький. И баклажаны. После наурыза уже посажу помидоры. Приступлю к посадке помидоров. Мне кстати мама тоже привезла семена. У нее такие хорошие семена помидоров. Есть. Они такие все одинаковые. Кругленькие. Очень быстро краснеют. Спеют. И поэтому хочу в этом году попробовать посадить ее помидоры. Посмотрю как они будут у меня себя вести. Так как у нее они очень хорошо. Мы когда летом ездила я к ней. Вечером соберешь помидоры. Утром встали. Уже все красное опять в помидорах лежит. Поэтому очень хорошие помидоры. Сейчас покажу как у меня обстановка в доме сейчас. На кухне у меня пока сохраняется такая вот красота. Я не стала убирать надпись. Так как впереди мое теперь день рождения. Единственное что я заменю циферку 8 на свой возраст. Возможно. Возможно не буду. Просто оставлю надпись. Еще немножечко добавим шариков. Все на столе все убрано-прибрано. Все стоит к чаю. В кухне у меня идеальная чистота. Сегодня все поотмывала. Все помыла. Помыла также пол. Такая вот у меня красота. Идем теперь в гостиную комнату. Теперь гостиная комната у меня будет предназначена только для гостей. Так как у нас теперь с супругом есть свое спальное место. Диван теперь всегда будет стоять в таком первозданном состоянии. Мы его расстевать будем только когда будут приезжать гости. Все. Стоит он пока у меня здесь. Пока еще идет отопительный сезон. Позже я его переставлю под окно. Так как на зимний период я открываю батарею. А диван у меня закрывает полностью эту батарею. И он стоит на этой стороне. Здесь нет кресла. Мы его подняли ребенку в комнату. Так как ребенку нужно пока на чем-то спать. И мы его определили пока туда. Чуть позже я его спущу вниз. Когда ребенку купим мебель. И буду ставить его сюда. Также нашла применение столику. Он теперь будет стоять здесь. Только тут чуть-чуть потом сюда вот сдвину. Так как диван у меня как раз от розетки идет до конца угла. И поворачивается и закрывает. Остается оно только два или одно ребро от дивана. Остальное все диван закрывает. Вот такая тут тоже у меня чистота и красота. Так прям свежо. И дома сегодня такая прям тишина. Каминчик тоже все помыла. Все поубирала. Дома такая тишина. То всегда детки шум-гам. Игрались, бегали. Топотали по этой лестнице туда-сюда. А эти два дня так непривычно. Никого нету. И сейчас поднимемся с вами наверх. Наверху. Убирала я вчера в понедельник. Все вымывала. Тоже чисто. Сегодня так просто пробежалась. Повытирала кое-где пыль. И нашла применение этому вот закуточку-уголку. Здесь у меня теперь будет стоять гладильная доска. На которой я буду гладить вещи. Здесь очень удобно. Перила лестницы. Можно будет что-то вешать непоглаженное. И очень так вот. Единственное, что розетка далеко находится. Возможно, буду переставлять гладильную доску сюда. Но пока она будет у меня стоять там. И вот эту вот балочку надо вынести. Мы не знаем от чего. Когда собирали мебель, у нас осталась одна лишняя деталька. Не знаем, к чему она. У нее нет ни отверстий, чтобы шурупы закручивать. Вот, надо ее вынести. Там у меня ребенок находится в комнате. И это вот уже наша комната. Все чисто. Шарики розовенькие. И хотела показать, что мне подарили. Подарочки такие были небольшие, чисто символические. Это подарила мама-супруга. Я очень люблю плотки. Такой вот платочек с орнаментами. Два крема. Один для рук, один для ног. И вот такие вот кухонные салфеточки, полотенчики. Тоже, чтобы руки вытирать. Это подарили ребенку. Это сестренка-супруга. Здесь вся шампунь, гель и была наклеечка. Так это выглядит. Такой гель, шампунь. Так тоже очень вкусно пахнут. Тарелочки для помидорок. Можно орешки сюда. И вот такой вот гель, пена для ванны. А это уже подарила сестренка, тоже мужа. Она занимается морякелем. Такая вот тушь морякей. Потом жидкое мыло. И такое вот красивое мыло ручной работы. Косметическое. С манго. Тоже вкусно очень пахнет. А это, получается, мама-супруга подарила уже моей маме материал. И вот такой вот красивенький набор. Здесь серьги. И вот такое вот красивое кольцо. Какая вот красота. Вот такие вот были у него шеи приятные подарочки. Это супруга Духим. Тоже подарила ему сестренка. Она, повторюсь, занимается морякелем. Вот такие вот красивый флакончик. И такой освежающий, приятный запах. Ну, а это уже я. На этом буду заканчивать свое видео. Но перед тем, как с вами попрощаться, хотела вас всех поблагодарить за ваши поздравления. Именно с днем рождения супруга. Ему было очень приятно. За ваши теплые и добрые слова. Также за ваши подписки, за ваши лайки, за ваши комментарии. Вы пишите действительно такие все добрые пожелания. Спасибо вам за это большое. Меня это очень радует и стимулирует на то, чтобы снимать для вас новые видео. А на этом я буду с вами прощаться. Кому было интересно, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока-пока.